США оказывали давление на руководство Турции в опросе памятника культуры Айя София. Об этом в интервью изданию Ени Шафак заявил экс-спикер турецкого парламента, член партии Эрдогана Исмаил Кахраман. Айя София для мусульман не просто мечеть или культурный объект, а символ государства и свободы. Превращенная в 1935 году в музей, при нынешнем президенте Турции Риджепе Таипе Эрдогане, Айя София снова стала функционировать как мечеть. Это не могло не вызвать реакцию в мировой политике. Вспоминая события недавних лет, Исмаил Кахраман рассказал, как турецкому правительству удалось противостоять международному давлению. Америка всегда выступала как против Османской империи, так и против Турецкой республики. Америка оказала давление на действующее правительство, чтобы оно вновь превратило собор Святой Софии в музей. Правители того периода также совершили эту ошибку. Это трансцендентное событие. Мир не меняется. С Америкой, с созданными ею ассоциациями, с Всемирным Союзом Церквей. Надеюсь, мы не будем вновь тосковать 86 лет. Кахраман заявил, что Айя София – это в первую очередь символ государства. Святая София была нашей главной мечетью. Это также была их главная церковь в византийские времена. Собор Святой Софии является символом свободы, независимости и государства, который провел в цепях 86 лет. Мы проводим мероприятие по открытию Собора Святой Софии с незапамятных времен. Но он был открыт с приходом Тайбея. В дополнение ко всему сказанному, Кахраман заявил, что те, кто не хочет развития Турции, не придают значения духовности. Мечеть Айя София в Турции – памятник культуры и огромная ценность давно ушедшей культуры для мусульман. Почитают ее также и в христианском мире. После развала Османской империи к власти пришел бывший военный Мустафа Кимали Татюрк, которого считают архитектором современной Турецкой республики. Ататюрк присвоил Айя Софии статус музея в 1935 году. Нынешний президент Турции Реджеп Таип Эрдоган уже долгое время пытается вернуть ислам в общественную жизнь страны. По инициативе главы государства музей Айя София вновь обращен в мечеть. Мы, как родители, несем ответственность за детей, вверенных нам Всевышним. Давайте же сделаем религию ислам доступной, понятной и интересной для юных мусульман. Детское исламское издательство Умма Ленд представляет вашему вниманию книги и развивающие пособия без изображения лиц, а также все для исламского праздника. Украшения, подарочные коробки, посуду, открытки, упаковочную бумагу и пособия к Рамадану. Издательство, основанное мамами-мусульманками, поддерживает и продвигает здоровое, осознанное родительство, а книги и пособия создаются профессиональными педагогами, иллюстраторами и проходит шариатскую проверку. Умма Ленд – это гораздо больше, чем просто книги и пазлы. Это пространство для взращивания исламского иммунитета. Подробная информация по ссылке в описании под этим видео.